Через 20 минут полицейский автомобиль без опознавательных знаков на заднем сиденье, которого сидел Хэл, остановился перед рестораном. Я следил, как он выходит из машины, он закрыл дверцу и поправил галстук. Эту привычку он приобрел, поднимаясь по служебной лестнице. С годами он становился франтом. Скоро появятся итальянские мягкие кожаные туфли типа макосин и рубашки с монограммой. Мы обменялись рукопожатием без особого энтузиазма. Мне удалось сюда добраться вроде бы. Он высунул запястье из рукава и взглянул на крупные золотые часы. Вроде бы за 45 минут. Возьми чили. Да, хорошо, слушай, вот это история с пленкой. Нам нужна эта пленка, Портер. Это мне нужна пленка. А что, кто-то отнял ее у тебя? Я кивнул. Вчера ночью они приняли ее за нечто другое. Они думали, это другая пленка. И что, они отобрали ее прямо у тебя? Я бросил взгляд на улицу. Если за мной кто-нибудь следил, то он наверняка видел, что я что-то положил в мусорный ящик. Да. И как они это сделали? Они что, показали тебе пушку? Они показали мне и пушку, и свои ботинки. И сбили? Я кивнул. Со мной-то все обошлось. А что же на другой пленке? Это вряд ли представляет для вас интерес. Я имею в виду с профессиональной точки зрения. Кто-то занимается сексом? Может быть, точно не знаю. Мы заказали чили. Ты их знаешь? Более или менее. И кто они? Я не могу ввязываться в это. Не можешь? Нет, Хелл, не могу. Мне необходима эта пленка. Когда я раздобуду ту другую вещь, ту самую другую пленку, я смогу обменять ее на эту с Феллоузом. Они вернут ее мне. Им она не нужна. Ты видел запись с Феллоузом? Да. Может, ты мне скажешь точно, что там заснято? Здоровенный белый бугай ударил Феллоуза бейсбольный битый и убежал. Что еще? А он бежал прямо на камеру. А дальше? Блондин лет двадцати восьми-тридцати. Здоровенный амбал. Все произошло очень быстро. Я видел запись только один раз. Вашим парням пришлось бы... Они перевели бы эту запись на стандартную пленку, вот и все. Они бы разобрались, что к чему. А ты не мог бы опознать кого-нибудь по картотеке? Нет. Все произошло очень быстро. Нам нужна эта пленка. Рядом с мусорной урной стоял мужчина в костюме. Он вполне мог быть одним из участников ночного представления. Посмотрим, как пойдут дела через неделю, сказал я. Портер, ты не понимаешь. Я должен вернуться туда с чем-нибудь. Пять дней. Три. Тот тип запустил руку в урну, касаясь мусора рукавом своего элегантного костюма. Быстро опустившись на колени, он завладел бумажным пакетом и удалился. Я делаю все, что могу, Хэлл, промемлил я. Тут на меня сильно жмут. Ну уж нет, Портер, я не желаю начинать разговор о нажиме. Хэлл подался вперед над своей порцией чили. Если бы он захотел, у него вмиг нашлись бы детективы, которые за пятнадцать минут обыскали бы мои водосточные трубы. Ты, черт побери, звонишь нам и сообщаешь, что у тебя есть пленка, раскрывающая картину убийства Фэллоуза, и ты можешь ее нам отдать, а потом вдруг заявляешь, что, оказывается, не можешь отдать. Уж очень запутанно у тебя все получается. Я хочу сказать, что поручился за тебя и сказал, знаете, этот парень хорошо относится к копам, он честный и все такое прочее. А теперь дело обрастает сложностями. Это выставляет меня в дурном свете и даже компроментирует, а я не таков. Знаешь, приятель, все, что я сделал, так это снял трубку, когда ты позвонил. Потом, естественно, пошел к своему начальнику, у которого своих проблем не в проворот. Ты, надеюсь, и сам это понимаешь? Я сообщаю ему что-то хорошее, ободряю его. Мы собираемся схватить подонка, который убил полицейского Фэллоуза пару лет тому назад. Это отличная новость для копов и детективов, которые по-прежнему занимаются этим делом. Благотворительная ассоциация патрульных считает, что было ассигновано достаточно средств, потому что это один из 58 пустячков, которые им досаждают. Я хочу сказать, у нас тут убили молоденького парнишку в районе патрулирования неделю назад, и отчасти из-за неисправной работы радио. Понятно? Я утвердительно кивнул. Ты должен понять, после того, как ты рассказал мне все это, я, естественно, отправился к своему начальнику и сообщал ему хорошую новость. И тут мне придется снова топать к нему и сообщать плохую. Уж больно сложно. Он посмотрит на меня так, словно вот-вот вырвет мои несчастные глаза и, может, даже проглотит их. Доволен? Ты не понимаешь, что такое бюджетный пресс. У Джулиани вообще денег нет. Динкенс отдал их профсоюзу учителей. Так что потом я начну ему мозги пудрить. Извините, мол, произошла задержка. У моего парня возникло что-то вроде небольшой проблемы. Была какая-то другая пленка, где кто-то с кем-то занимается сексом. И ты думаешь, это кончится добром? Ничего подобного. Тебе известно любимое выражение моего начальника? «Извинениями кошку не накормишь». Вот так-то. «Извинениями кошку не накормишь». Я явлюсь к нему ни с чем, и он наверняка скажет мне вот это. «Хэлл!» «Нет-нет, ты меня послушай. Не считай меня другом, Портер». Он размахивал у меня перед носом руками так, словно приказывал самолету не приземляться. Вот что важно. Считай меня растертым плевком. Это тебе поможет. Я по другую сторону черты. Я хочу сказать, ты знаешь, что бывает, когда подается сигнал 10-13, когда застрелен полицейский. Радио замолкает, болтовня прекращается. Становится чертовски торжественно и тихо. Потом копы начинают выходить на связь. «Выяснили что-нибудь? Поймали этого подонка?» «Я это все знаю, Хэлл. Ты знаешь, но ты не чувствуешь этого». «Ты не коп, Портер. Ты не знаешь жизни. Я знал, что он должен сказать все это. Это было частью переговорного процесса. Ты не знаешь, что такое преданность, Портер». Я вытер мисочку кусочком хлеба. «Расскажи-ка мне подробнее о том, чего я не понимаю. А тебе известно, что коп может уйти в отставку, оставить свой значок в специальном хранилище, а потом распорядиться так, чтобы его значок носил его сын или внук. И на самом деле несколько парней ходят со значками с трехзначными номерами, значками, которым может быть лет сто. Это ведь кое-что значит, а? Это в жизни. Коп нанимается на службу. Он знает свое дело. Копы ненавидят друг друга. Белые ненавидят черных. Черные ненавидят белых. Мужчины ненавидят женщин. И ненавидят гомосексуалистов. Система пропитана этой проклятой ненавистью. Кабинетные парни ненавидят патрульных и наоборот. У нас постоянный эдакий иерархический стресс. Куда ни глянь всюду коррупция. У нас трение между профсоюзом и командованием. Мы испытываем всяческое давление и ненависть. Будь они неладны. Портер, ей же все-таки преданность. Любому полицейскому из этих мест известно, что за много лет где-то около 800 копов были убиты на посту. И каждое такое убийство раскрывается. У нас сейчас всего два нераскрытых случая, включая фэллоуза. И мы их обязательно раскроем. Оба раньше или позже. Не промахнемся и не спустим на тормозах. Это как камень на шее, Портер. Это висит на мне. Это висит на тебе. Это единственное, что я действительно могу сделать в этой ситуации. Игра уже началась, понимаешь? А теперь ты хочешь притормозить ее? Перевести часы? Не выйдет. Тебе придется взять трудный мяч. Двенадцатиметровый удар и всего три секунды времени. И не моя вина, если это кажется почти невозможным. Усек? Кое-кто из этих начальников полицейских, они все тертые калачи. И они гроша ломаного не дадут за такого человека, как ты, Портер. Для них это война, и она будет продолжаться всегда. Я не всегда могу управлять ими этими ребятами. Я имею в виду вот что. Ты говоришь мне, что кассета у тебя. Но все-таки, если у тебя ее нет, и завтра копы обнаружат у тебя в портфеле наркотики, я ничего не смогу с этим поделать. И да поможет тебе Бог, если мой человек выложит все Джулиани. Будем надеяться, что этого не случится. Если тебе приспичит помолиться, молись об этом. Хелл отправил в рот ложку чили. Это слишком серьезно, Портер. И развивается это все слишком быстро. Я хочу сказать, что согласен с теорией насчет того, что общество в самом деле идет на рысях. В самом деле? Если не контролировать свою скорость, попадешь в беду. Звучит весьма разумно. Подумай об этом. Непременно. Он встал, швырнул салфетку на стол и взглянул на часы. Пять дней. Три, Портер. Три. Мне нужно пять, в крайнем случае четыре. Три. Он сверлил меня взглядом. Ладно, сказал я. Пусть будет три. В вестибюле адвокатской фирмы стояла жена руководящего работника. Туфли-лодочки, жемчуг, шерстяной костюм. Кэролайн. Косметика и аксессуары были выдержаны в строгом стиле. Вид невозмутимый и сверхрассудительный. Я думаю, она даже сменила наручные часы. Передо мной, без сомнения, было видение, на котором хотел жениться. Чарли, а не женщина, которая напивалась до потери сознания, пока с ней занимался сексом волшебник Джонсон. Нас проводили в кабинет. Недостаточно большой, чтобы быть кабинетом владельца фирмы, где мы оказались лицом к лицу с Джейн Джун, адвокатом, управляющим имуществом Саймона Краули. Кэролайн представила меня, и я заметила, как насторожилась Джейн Джун. «А в каком качестве он здесь присутствует? В качестве репортера?» «Просто в качестве друга», — ответила Кэролайн. «И у него нет финансовой заинтересованности в этом имуществе?» «Ни малейший». «Вообще никакой», — подтвердила я. «Джейн Джун сидела за письменным столом, и я понял, что она вполне владеет собой. Она имела дело со всевозможными странными семейными соглашениями по имущественным вопросам. И мудрые бороды из адвокатской фирмы, несомненно, выбрали ее за такт и рассудительность. «Как я уже упоминала по телефону», — начала Кэролайн, — «мы здесь потому, что мне хотелось бы взглянуть на отчет о расходах по управлению имуществом, обо всех даже мелких издержках, ну и так далее». «У меня есть распечатка». Джейн Джун протянула каждому из нас по пачке бумаг толщиной в полдюйма. «Как вы можете заметить, платежей довольно много». Так оно и было на самом деле. Я бросила взгляд на первые. Саль-Ли-Жеро-Лим, 15 тысяч долларов. Лондон. Лечебное учреждение по уходу за больными, Грин-Парк, Квинс, Нью-Йорк, 6 тысяч 700 долларов. Блумендейгл, Нью-Йорк, личное, 3 тысячи 200 долларов. Фотодубликаторы, Нью-Йорк, служебные расходы, 1074 доллара. Мясные продукты от Харви, Нью-Йорк, личное, 217 долларов. Обслуживание закладной в Сити-Бэнк, личное, 17 650 долларов. К состоянию прибавляются доходы и авторские гонорары в результате постоянного лицензирования и повторного проката фильмов мистера Краули. Джейн Джун прищурилась, словно прислушивалась к собственным словам. «Это поступление. Расходы включают затраты на содержание производства, деловые операции, взносы в платный интернат, где находится его отец, ежемесячные выплаты вам, Кэролайн, плата за квартиру, ну и так далее». Кэролайн быстро просматривала длинную распечатку. Казалось, она была растеряна и даже потрясена. «Да, помню, я тогда подумал, что она вряд ли способна разобраться во всех этих цифрах и записях». «Все это очень сложно», — наконец проговорила она. «А как насчет вещественного содержания имущества?» — спросил я. «Есть какое-нибудь упоминание об этом в завещании Саймона?» «Нет», — ответила Джун. «Его завещание касается только состояния в целом. Никакие конкретные объекты не упомянуты». Я кивнул. «Тогда давайте вернемся к распечатке». Кэролайн вздохнула. «Давайте». Джен Джун раздраженно наблюдала за Кэролайн. «Я в вашем распоряжении. Итак, у вас есть какие-нибудь конкретные вопросы?» Кэролайн уставилась на распечатку. «Кэролайн!» — окликнул я ее. «Ну что ж, кажется, здесь есть все», — сказала она с покорностью в голосе, словно смирившись с судьбой. Я повернулся к Джейн Джун. «Мы пытаемся кое-что отыскать здесь, Джейн, поэтому мы сюда и пришли. Мы ищем свидетельства определенных деловых операций Саймона, когда он еще был жив». «Пожалуй, мы можем». «А могу я вас спросить, какого характера были эти операции или с кем он их вел?» «О, нет», — сказала я. Она взглянула на Кэролайн. «Я ничего не понимаю». Кэролайн выпрямилась. «Просто я поручаю Портеру решать здесь все проблемы за меня. Все это, честно говоря, так утомительно». Джейн снова повернулась ко мне. «Мистер Энн, но я действительно не могу понять, что...» «Джейн, послушайте меня. Я попробую вам все объяснить как можно понятнее. Мы, Кэролайн и я, ищем некоторые сведения, касающиеся Саймона. Нам позарез нужна эта информация, но мы не намерены сообщать вам зачем. Это наше личное дело. Уверяю вас, что наше расследование не навлечет неприятности на вашу адвокатскую фирму и не возложит на вас никакой ответственности. Хотя, как мне кажется, если наши поиски не увенчаются успехом, это, возможно, создаст ответственность за его состояние. Так вот, мы действуем сейчас, можно сказать, наобум, поскольку толком не знаем, стоит ли дальше копаться в этих записях или нет. Более того, мы даже не представляем, с чего начинать». «А сегодня нам хотелось бы посмотреть индивидуальные счета, полученные вашей фирмой, по каждой статье этих колоссальных расходов. Просто просмотреть каждый счет и попытаться понять. Но...» «Кэролайн, даже не дослушав, меня покачала головой. «Простите, это крайне необычно. Эти записи, вероятнее всего, уже в архиве, и потребуется немало времени, чтобы сделать подборку. Этой суммарной сводки расходов обычно вполне достаточно, чтобы установить, но... почему бы вам просто не дать нам посмотреть исходные документы?» «Потому что нет. Нет чего?» Она прикрыла глаза, стараясь подавить раздражение. «Все-таки это совершенно невероятно». «Итак, мистер Рен, у нас существует определенная процедура, которую мы разрабатывали специально и довольно долго, чтобы достичь максимальной оперативности в нашей работе. Я уверена, что вы меня понимаете. Для фонда управления имуществом все это время подлежит включению в счет. Так в чем же затруднение?» «Знаете, честно говоря, у меня весь день расписан, и я не смогу проследить. Следить нет никакой надобности. Все мы взрослые люди. Просто оставите нас в комнате с ящиками, а мы сами посмотрим». «Извините, извините, но столь необычное требование действительно должно рассматриваться комиссией по контролю деятельности имущественного отдела, который заседает раз в месяц». Она пожала плечами и улыбнулась. «Этот вопрос касается методов работы фирмы». «Это потому, что я репортер?» «Нет». Я посмотрел на Кэролайн. «Ну что ж, теперь я собираюсь поговорить на чистоту. Разумеется, от твоего имени, Кэролайн. Ты согласна?» Она кивнула, и я снова повернулся к Джейн Чун. «Джейн, давайте сразу договоримся, что состояние Саймона Краули это нетипичное состояние. Говоря вашими же словами, это совершенно необычное состояние. Оно приносит деньги. Оно делает деньги для себя, для своих кредиторов, для присутствующей здесь Кэролайн. И главное, с моей точки зрения, оно делает их для вашей фирмы, для вас. Когда вы, Джейн, покупаете зубную пасту, какая-то талика этих денег берется из состояния Саймона Краули. Мне кажется просто необъяснимым, что вы не хотите пойти навстречу вдове Саймона Краули. «Мистер Рен, подобные угрозы бесполезны». Я наклонился к самому уху Кэролайн и прошептал. «Помнишь ту невероятно несговорчивую бабу, о которой ты мне рассказывала прошлой ночью? «Кто?» — переспросила она, удивленно вытаращив глаза. «Ты», — сказал я, — «мне необходимо здесь ее разоблачить». В ее голубых глазах появилось радостное удивление, но когда она повернулась к Джейн, лицо ее приняло холодное выражение. «Джейн, помогите нам, или я передам состояние другой фирме». Джейн издала сухой короткий смешок. «Думаю, вы не представляете себе, насколько это сложно. Подобная процедура обычно занимает несколько лет. Вам придется подать ходатайство о...» «Нет, не придется», — прервала ее Кэролайн каким-то стервозным, от нескрываемого раздражения голосом. «Я всего лишь позвоню своим знакомым в студию и скажу им, что в этой идиотской адвокатской фирме творится нечто незаконное, и не будут ли они так любезны прислать этот идиотский чек прямо мне, чтобы я могла оплатить мои идиотские счета?» Через несколько минут я уже сидела в небольшом уставленном книжными стеллажами конференц-зале на другом этаже. Кэролайн после нервной разрядки решила покинуть контору. И мы договорились с ней встретиться через час в кафе неподалеку. Дверь зала отворилась, и через нее вкатилась уставленная ящиками ручная тележка, которую толкал появившийся вслед за ней ржеволосый парень с прыщавым лицом. «Приветствую вас, уважаемый клиент нашей почтенной фирмы», сказал он, сложив руки вместе и отвешивая мне поклоны. «Меня зовут Боб Доул». «Ох, нет, простите, не то. На самом деле я Рауль Маккарти». «Как у рыжего парня могло появиться такое имя, как Рауль?» – подумал я. «А что такого? Моя мать, если хотите знать, в семидесятые годы жила в Верхнем Вестсайде. Понятно. «Вот то, что вам нужно. Здесь ценности за последний год». «А где они были?» – спросил я. «О, Боже, они уже давно были...» Он закатил глаза. «Мы называем это место сараем. Там складывается все старье». «Ты что, юрист без диплома? Так сказать, полуюрист?» «Полураб, хотите вы сказать? У Джейн есть три полураба». Он начал ставить ящики на стол. «Я лично просто переставляю бумаги с места на место. Куча бумаг в таком вот месте, я имею в виду сарай. Там можно было бы снимать фильм о Фредди Крюгере. У нас тут на прошлой неделе на одного малого ящики свалились. Так он чуть сразу коньки не откинул. Адвокаты туда никогда не ходят». «Так уж и никогда?» – спросил я. «Да вы что, шутите, что ли? Это же сарай». «А как насчет компьютеров, сканеров для считывания документов и тому подобных штучек? – поинтересовался я. Все ж таки новое тысячелетие?» Он возрился на меня. «Ну, вы точно шутите». Я пожал плечами. «Вам следовало бы понять, что все эти компьютерные файлы, во всяком случае все важные, дублируются на бумаге. Все эти письма, ходатайства, заявления и документы об обнаружении фактов и все эти материалы по-прежнему пишут на бумаге. И масса этих файлов возвращается. У нас тут есть скоросшиватели с имеющими силу документами, которым по сорок лет. Но беда в том, что этот материал пропадает. У нас тут случилось одно маленькое приключение в прошлом месяце, когда уборщик случайно взял что-то около девяти ящиков с действительными досье, да и выбросил их. Рауль позволил себе хитро улыбнуться. Им пришлось найти и грузовик, и мусорную свалку, а потом кодло мальчиков на побегушках отправилось на Стейтон-Айленд искать бумаги. Нам пришлось сделать уколы против дизентерии. У них нашелся парень с фронтальным погрузчиком, и все. «Так вы нашли их?» Рауль подтянул штаны. «Ага! Под почти десятью миллионами использованных пеленок!» Похоже, Джейн Джун сильно нервничала по поводу этих документов. «Как я уже говорил, в последнее время у нас была куча проблем. Материалы обычно не то, чтобы действительно пропадают. Они только как бы пропадают, но на самом деле судите сами. У нас есть комната для регистрации и хранения документов. И комната для перерегистрации документов. И дела могут застревать там на несколько недель». Я отмахнулся от его излияний. «Ладно, лучше скажите мне, а здесь что?» «Ну, в качестве вашего главного наемного работника, на положении почти что раба, я бы сказал, здесь находится пачка счетов. Они подшиты в хронологическом порядке. Но это как раз то, что надо». «А кто фактически оплачивает счета?» Спросил я. «Ну, я. Ты выписываешь чек. Я выписываю требования на чек. А Джейн сама здесь все проверяет?» Он посмотрел на дверь и немного понизил голос. «По правде говоря, нет. Она предпочитает находиться где-нибудь в другом месте?» «Я думаю, ей все равно, где находиться. Итак, ты и есть тот парень, который занимается оформлением платежей и состояния Саймона Краули?» Рауль пожал плечами. «Ага. Значит, ты. Так точно. В качестве полураба я выписываю счет на 55 долларов в час, а фирма может переписать его и увеличить до 310 долларов в час, как будто это время потратил совладелец фирмы. Превосходно!» Он кивнул и открыл первый ящик. «Вы хотите все их просмотреть?» «Придется. А почему бы вам не спросить у меня о том, что вы ищете?» «Интересно, но...» «Да просто я могу рассказать вам обо всем, что находится в этих ящиках». «Неужели?» «Точно!» «Ну, тогда поведай мне о Салли Жиру». «Кинорекламная фирма по организации общественного мнения», начал он речитативом. «Есть отечественная компания, и есть одна европейская, которая в Лондоне. Она или оно, или, в общем, то, что вам нужно, занимается всякого рода информационными опросами, рекламой, предваряющей повторный прокат, к примеру. Они передают видеоклипы на телевидении, ну и тому подобное чпуха. Одно время она работала на киностудии, а пару лет назад стала консультантом. Она выписывает счета раз в три месяца и каждый год прибавляет себе гонорар. По-моему, это напрасная трата денег. «Знаете, ведь никто никогда не устраивал этим людям проверок или чего-то там в этом роде. Вы просто оплачиваете счета». «Да, все доедейного! Щелкаем их, как орешки». Я открыл дипломат. «Мне придется кое-что записать». И мы принялись разбирать, какие счета были личными, а какие имели отношение к деловым операциям. «Мы оплачиваем квартиру миссис Краули», — объяснил Рауль. «Закладную на нее, плюс содержание и техническое обслуживание, и все связанные с этим расходы. По правде говоря, я знаю, что происходит в ее жизни. В известной мере, конечно. Если она установит новую раковину, я увижу счет. Я действительно помню, что в прошлом году она установила новый душ. «Девять тысяч долларов за душ». Он покачал головой, а я вспомнил, до чего хорош этот самый душ. «Мы оплачиваем все. Ее телефонные счета, ее электричество, ее кредитные карточки. Все». В этом чувствовалась какая-то странная беспомощность, которую я никак не мог понять. Какой-то бредовый образ жизни. «А у нее вообще есть текущий счет? Формально возможно, но выписки из банковских счетов приходят сюда, и я должен их выверять, так что я знаю, что она делает. И что же? Да просто снимает наличные через банкомат. И сколько в месяц? Ну, может, пару тысяч. А какова тенденция поступлений? Вообще снижаются. А доход за прошлый год? Наверное, тысяч восемьсот. А за этот? Шестьсот двадцать тысяч. Может, чуть больше или чуть меньше. Это потому, что графики выплат заканчиваются, и авторские гонорары уменьшаются. Кинофильмы приносят большие деньги в первые несколько лет, но уже прошло некоторое время, с тех пор, как последний фильм Краули. Я кивнул, подтверждая, что мне все ясно. А вот как насчет будущего года? Ты можешь прикинуть доходы? Он вытащил ручку и записал колонку чисел, затем сложил их. Вероятно, четыреста десять тысяч. Снижение продолжится? Да. Да. А как насчет чистой стоимости имущества? Тоже уменьшается. И состояние теряет в весе? Похоже на то. Миссис Краули знает об этом? Ха, ну и вопросы вы задаете. Так как? Да знает. Она иногда мне звонит. А почему, собственно, уменьшается стоимость имущества? Ну как почему? Одни ее затраты на жизнь, включая квартиру, расходы. Около четырехсот тысяч. Потом налоги на доход состояние. Это еще пара сотен тысяч. Знаете, структурирование собственности хуже некуда. Очень неудачное помещение капитала в отношении налогов. Все инвестиции в средствах обеспечения дохода, которые облагаются налогом, по более высокой ставке, чем в тех, что дают прирост капитала. К тому же еще некоторые выплаты на содержание матери миссис Краули. И сколько? Две тысячи в месяц. А что еще? Какова, к примеру, сказать, плата за услуги адвокатской фирмы? И вот тут в его голосе послышался холодок. И он неохотно ответил. Она рассчитывается по проценту от суммарной стоимости активов, проценту от брутто дохода за год и перечисленным по пунктам законным расходам на ведение всех этих дел. Да хватит тебе. Давай цифру. Ну может, тысяч пятьдесят. А что еще? Еще платный интернат для престарелых, где находится мистер Краули, отец. Это что-то около шести тысяч в месяц. У них много пациентов Медикейда, за которых они не получают приличной компенсации от федерального правительства. И поэтому выставляют бешеные счета на пациентов, за которых платят частным образом. И мы должны оплачивать буквально все. Лишние носки, посещение врачей-специалистов и тому подобную ерунду. К примеру, вот сейчас новую трость. Сюда приходят всеслужебные документы и медицинские отчеты. Поначалу меня это сильно беспокоило. Но Джейн спросила миссис Краули, не желает ли она, чтобы все это пересылали ей. Но та отказалась. Здесь есть и другие счета за отца. Ну там всякие персональные медсестры, слуховые аппараты, посещение опекуна, ящики с фруктами на Рождество, челюстная хирургия. А кто у него опекун? Спросил я. Какая-нибудь соседка за мизерную плату? Да нет, адвокатская фирма. Не понял. Ну ладно, давайте объясню. Он вывалил на стол содержание одного из ящиков и аккуратно разложил бумаги. Через несколько секунд он выудил документ, в верхней части которого стояло название фирмы «Сигл энд Сигл», находившейся в Квинсе. Я похолодел. «Сигл энд Сигл» объявил себя банкротом в тот же самый день, что и «Сигл Проперти Менеджмент», бывший владелец дома номер 537 по Восточной 11 улице. Вот, смотрите, здесь перечислены посещения мистера Краули. Я проверил эту бумагу. Там были дотошно перечислены визиты миссис Нормы Сигл дважды в неделю за период помесячного выставления счетов. Каждый визит обходился имущественному фонду в 55 долларов. Это должна быть та самая престарелая Норма Сигл, которую миссис Вуд обнаружила в своих базах данных. 55 долларов за посещение, а я и понятия не имею об этих платежах, вдруг заговорил Рауль. Что-то вроде районной адвокатской конторы. Взглянув на счет платного интерната для престарелых, нетрудно понять, что он находится по соседству. Тот же самый почтовый индекс. Похоже, деньги тратятся разумно, заметил я. Вероятно, отозвался Рауль. Иногда они выставляют счета за другие дела. Обычно на пять тысяч долларов, но это бывает нерегулярно. За что же это? А, понятия не имею. Я просто оплачиваю их. А вот как насчет платы за какой-нибудь сейф в банке для хранения ценностей? Всяких там личных почтовых ящиков и тому подобного? А никак. Ну, а если вернуться к прочим личным расходам, есть здесь какие-нибудь платежи другим сторонам? Ну, знаешь, людям, которые не выписывают счетов за услугу или доброе дело, то есть просто вознаграждение? Да, и таких много. Они проходят через миссис Краули. Мы просто получаем от нее записку, в которой говорится так, мол, и так. Заплатите, пожалуйста, столько-то. Я полагаю, она могла бы сама расплачиваться с ними со своего текущего счета. Да, но ее доходы от состояния облагают с налогом. Расходы же, связанные с состоянием, уменьшают налоги. Ну, вроде того, что если она починит разбитую раковину и заплатит за это со своего текущего счета, то этот расход в конце года будет считаться карманным расходом, который она оплачивает долларами, остающимися после уплаты налогов. Если она пересылает счет в имущественный фонд, и он его оплачивает, расходы вычитают из общего дохода от состояния, чуть-чуть уменьшая тем самым общую сумму годовых задолженностей по федеральным и штатным налогам. — Быть тебе юристом, — сказал я, — а я стараюсь. Мы двинулись дальше, и я добросовестно просмотрел все ящики, выискивая любую мелочь, которая сообщила бы мне, почему кто-то посылает Хоббсу эту чертову пленку. К концу изыскания я чувствовал себя выжатым лимоном, но ящики с бумагами как были, так и остались просто ящиками, где лежали документы, безжизненные символы мелких финансовых операций, примечательные лишь сведениями о расходах на обеспечение роскошной жизни, которую вела Кэролайн, и больше ничего. Я нашел Кэролайн в кафе внизу. Она сидела за столиком и читала Вук. — Не представляю, сумеешь ли ты хоть что-то там раскопать, — сказала она, откладывая журнал в сторону. — Ситуация просто бредовая. А почему бы тебе не позвонить Хоббсу и не сказать ему, что это невозможно? — А почему бы тебе самой этого не сделать? — А я делала. Я уже пыталась ему дозвониться. Ее ответ меня очень заинтересовал. — Когда и как? — А я только что ему звонила. — Куда, собственно, ты могла ему сейчас звонить? — Куда-то в его офис. — Куда это куда-то? — Ну, я точно не знаю, просто в его офис. Обычно у нее хватало ума быть точной. Я понял, что она лжет. — Ты хочешь, чтобы я нашел пленку? — Конечно. — А тогда перестань вилять. — Я и не думала. — Неправда. Если ты не звонила Хоббсу в офис, то куда ты ему звонила? — Домой? И тут у Портер Рена невольно возникает вопрос. — А почему так? Почему это она звонила Хоббсу не в офис, а куда-то еще? Ответ она опрашивает сам собой, потому что у нее есть его домашний телефон. Но тогда интересуюсь я. Откуда бы это у нее взялся его домашний телефон? Полагаю, что эти люди враги. Или это сейчас они враги, а раньше было иначе? Возможно, они были немножко знакомы и виделись чаще, чем однажды ночью в отеле. У нее было красивое лицо, но порой оно превращалось в безобразное, и именно это произошло сейчас. Ах ты, дерьмо! Нет, Кэролайн, нисколько. Ты втянула меня в это. Ты решила, что можешь быть просто милой, похотливой киской и провести меня. Но ты недостаточно хорошо изучила меня, Кэролайн. Ты не поняла, как мальчик из захолустного городка, вроде меня, не имевший никаких связей в Нью-Йорке, должен был крутиться и прокладывать себе путь с боем, чтобы стать газетным репортером. Ты об этом не подумала, Кэролайн. Но тебе стоит понять и кое-что еще. Полиция намеревается занять меня поисками пленки с Фэллоузом, и тебя они тоже будут рвать на части. Так что мы должны заполучить обратно пленку с Хоббсом, и тебе придется рассказать мне еще что-то. Что же с ним случилось? После этого мы разговаривали довольно долго. После первой встречи с Фэллоузом она видела его еще несколько раз. Только чтобы поговорить, как уверяла она. Когда Саймона не было в городе, она имела обыкновение наведываться к Фэллоузу в гостиницу и проводить у него пару часов. — А Саймон знал об этом? — спросил я. И она ответила утвердительно. — Саймон знал об этом. Хоббс прислал ей небольшой подарок, а Саймон, обнаружив его, устроил ей взбучку. Кэролайн призналась ему, что встречалась с Хоббсом, так что у Саймона была причина ненавидеть Хоббса. — Да, — согласилась она. Пленку посылать Хоббсу можно только после смерти Саймона. Знала ли она кого-нибудь из деловых людей, с которыми работал Саймон? — Кое-кого — да. Конечно, их было множество. Может быть, Саймон отдал им пленку? — Нет, ее вернули бы ей, — заявила она. — Ведь Голливуд таков, как есть. Кто-то продал бы копию одной из телевизионных программ. А кроме того, какой мотив? Хоббса явно не шантажировали. Ведь если бы у него вымогали деньги, он мог бы заплатить почти любую сумму. — А вот как насчет Билли? — поинтересовался я. — Кто он? Кэролайн покачала головой. — Они вели беспорядочную жизнь, а Билли шел прямой дорогой, и теперь он серьезный бизнесмен, банкир или что-то там в этом роде. — А был ли у Саймона кто-нибудь еще, кому он так же доверял? — Она покачала головой. — Ты упоминала студию, — напомнил я. — Как она работает? Кэролайн вздохнула. — Ну, студия платит производственной компании. Эта компания осуществляет платежи по первым двум большим фильмам агентству Саймона. И они берут свою долю, затем пересылают чек в адвокатскую фирму. Что же касается третьего фильма, то Саймон был владельцем производственной компании, которой сейчас фактически уже не существует, и поэтому чек со студии приходит прямо в агентство, а потом сюда, в адвокатскую фирму. — А есть ли основания полагать, что он мог нанять там кого-то, чтобы тот оттуда посылал Хобсу пленку? Кэролайн пожала плечами. — Нет, я не думаю. Зачем бы они стали этим заниматься? Это же глупо, и вдобавок может доставить им кучу неприятностей. В Голливуде все стараются ладить друг с другом, потому что ведь нет гарантии, что однажды им не придется вместе работать. И пойми же, наконец, что тамошний период у Саймона был очень коротким, а остальные так и продолжают мотаться туда-сюда. Его небольшая команда разобрелась по Голливуду. Некоторые из них теперь работают с Квентином Тарантино, с разными другими людьми. А у Саймона случайно не было каких-нибудь помещений или участков во владении? А может быть, он их арендовал или просто управлял ими? У нас была квартира. Я в ней знаю каждый закоулок, но пленки там нет. У него был офис в центре, но я там все перетряхнула и ничего особенного не нашла. Старые сценарии и горы всякого хлама. Да, у него был еще один офис на студии. Оттуда все вынесли после его смерти и переслали мне. Он часто пользовался конторой в Беверли Памс, но она не в счет. У него была квартира в Брентвуде, которую он купил прямо перед нашей свадьбой, а потом продал ее, потому что испугался землетрясений. Ну вот, собственно, и все. А дом его отца? Его отец жил в интернате что-то около шести или семи лет, а дом уже давно был продан. — Расскажи мне о мистере Крауле, — просил я. — Чем он болен? Кэролайн положила себе в кофе ложечку сахара. — Не знаю. — А разве ты не разговаривала с его врачами? — Нет. — Ты вообще-то с ним знакома? Она покачала головой. — Нет. — Ну ты хотя бы встречалась с ним? — Правду сказать, нет. — Как так? — Саймон никогда не водил меня туда. — Подобная странность лишила меня дара речи. — Саймон никогда не водил меня туда, где он когда-то жил, — торжественно заявила она. — Обещал, что сводит меня в дом, где он вырос, чтобы познакомить с соседями и всякое такое. Но у него никогда не было на это времени, так что я действительно совершенно не знакома с этими людьми. — Ну разве его отец не был на похоронах? — Нет. — А почему? — Они были скромные и, знаешь, совершенно неофициальные, так что он просто не пришел. — А его приглашали? — Полагаешь, что да. — И ты не черкнула в интернат ни словечка, чтобы сообщить ему, что его сын умер, и ему следует присутствовать на службе? — Она уперлась взглядом в стол, прижав пальцы ко лбу. — Похоронами занималась студия, Портер. У меня на это не было сил. — Ты хочешь сказать, что отцу Саймона Краули так и не сообщили, что его сын мертв, и что были похороны? — Она взглянула на меня. — Я думаю, так и вышло. — Возможно, ему рассказали об этом позже. Я наблюдал за людьми, проходившими по улице мимо кафе. Кэролайн развернула мой портфель к себе и рылась в его содержимом. — У тебя должна быть здесь моя фотография. Каждый раз, открывая его, ты будешь видеть мое улыбающееся лицо. Я повернулась к ней. — Знаешь, моя жена с удовольствием поговорит на эту тему. — Она ничего не узнает, — заверила меня Кэролайн. — Узнает, — ответил я. — А с какой стати? — Она узнает все. Она моя жена. Она, безусловно, не забудет пригласить на мои похороны моего отца. — А ты говоришь об этом с гордостью? — Да, я действительно горжусь ею. — Но ты же здесь, со мной, и с ней тоже. Она резко захлопнула мой портфель. — Мне пора. Ты меня чертовски раздражаешь. Платный интернат для престарелых Грин Парк в Квинсе оказался массивным и неуклюжим больничным сооружением, сама архитектура которого предлагала оставить надежду всякому туда входящему. Я расписался в журнале при входе и прошел внутрь здания. Приемная была заполнена стариками в инвалидных колясках, стариками, шаркающими по вощенному полу, стариками, вперевшими неподвижный взгляд в яркие лозунги о счастье, прикнопленные к доске объявлений. Одетые в форму сотрудники были, как водится, сплошь чернокожими. Я спросила у одного из работников, где можно найти мистера Краули, и меня направили на шестой этаж. Обычно в подобного рода заведениях пациенты распределяются по этажам соответственно их функциональным возможностям, и поэтому меня крайне удивило состояние обитателей шестого этажа. Я ехал наверх с каким-то стариком в бороде и усах, который сделал несколько приседаний, стоя в луже мочи, вовсе не обязательно своей собственной. На шестом этаже я снова расписался в журнале и ответил на вопрос, к кому я пришел. После чего дежурная вытащила из ящика тетрадь в толстом переплете с надписью «Краули» на обложке, где я опять расписался и поставил дату. Последним посетителем, как я успел заметить, была миссис Норма Сигал, причем довольно давно у мистера Краули не было других гостей. Миссис Сигал, видимо, приезжала четко каждый понедельник и четверг. Подобный почерк, строгий и аккуратный, всегда ассоциировался у меня с учителями начальной школы. Я быстро просмотрел страницу слева направо, где были отмечены визиты за последние несколько месяцев. Повсюду одна только миссис Норма Сигал, точная как часы. Дежурный направил меня в комнату отдыха. По дороге туда я прошел мимо старых китаянок, утонувших в чересчур громоздких для их тщедушных тел инвалидных колясках. Еще одна женщина в красном халате, шаркающей походкой, бредущая мне навстречу, внимательно меня осмотрела и крикнула. «Эй, я так устала!» В комнате отдыха я увидел дюжину стариков в инвалидных колясках. Там работал телевизор, который смотрели внимательно, но без иронии. Или, возможно, с величайшей иронией. В руках у каждого старика была небольшая бумажная коробка с питательным напитком и водкнутой в него соломинкой, но никто его не пил. Одна из старушек забармотала в мой адрес что-то несуразное. Служительница, молодая чернокожая женщина, грузно опустилась в кресло и подняла на меня глаза. «Вы к кому?» «Я ищу мистер Краули». Она небрежно указала мне на него. Он сидел на кресле каталки с закрепленным на нем большим мочеприемником. И хотя его открытые глаза не казались сонными, рот был безвольно приоткрыт и влажен. Я заметил, что зубы у него такие же крупные и кривые, как у его сына. Его лицо не брили много дней, а шею и того дольше. «Мистер Краули?» В ответ он лишь уставился на меня. Нижние веки у него запали внутрь, словно глазные яблоки отодвинулись назад. «Здравствуйте, мистер Краули». «Бесполезно, мистер!» — крикнула сиделка. От мистера Краули пахло, да простит меня Бог, как от старого животного. Но я предпринял еще одну попытку, и он приподнял тонкую, как бумага, руку. Я осторожно пожал ее, отметив про себя, что рука удалившегося на покой мастера по ремонту лифтов все еще сохраняла некоторую силу. «Если хотите, можете отвезти его в его комнату», — сказала дежурная. Выкатывая мистера Краули из комнаты отдыха, я заметила, что у него по-прежнему густая шевелюра, засалившаяся, однако, до такой степени, что выглядела прилизенной и испещренной бесчисленными звездочками перхоти. Пол в коридоре был безупречно чист, но, несмотря на всепроникающий запах дезинфицирующего средства, чувствовалось, что воздух спертый, словно пропущенный через чьи-то почки. Атмосфера сжатых испарений. Мы проходили комнату за комнатой, каждая из которых представляла вариацию на одну и ту же тему. Старый, спящий в постели задранным подбородком и открытым ртом, словно репетирующий смерть. Старик в кресле-каталке, его сиделка поправляет постель, стоящая старуха, голая ниже пояса, ее сиделка одевает. Старик в кресле-каталке, уставившийся на овсянку на подносе. Старик, спящий в постели. Комната мистера Краули, как я заметил, отдельная, была маленькой и скудно обставленной. По одной стене располагалась раковина, встроенный стеной шкаф с ящиками и душ. В углу свистел вентилятор. На ночном столике рядом с больничной койкой стояла маленькая фотография кодек-хром в рамке. Я нагнулся, чтобы рассмотреть ее. Невысокий темнодолосый мужчина мистер Краули, его жена и их сын. На обороте надпись. «Квинс, Нью-Йорк, примерно 1967 год». «Какая славная фотография!» — довольно глупо брехнул я. Он ничего не ответил, но его глаза внимательно наблюдали за мной. Я подошел к окну и посмотрел вниз, туда, где находилась стоянка автомобилей интерната. Трое санитаров в синей форме забрасывали крепко завязанные мешки с мусором в мусоровоз. Четвертый санитар мыл машину из шланга, тянувшегося из здания интерната. Снаружи послышалось уже знакомое мне шарканье женщины в красном халате. «Эй, я так устала!» — воскликнула она. Заглянув в дверь и, видимо, надеясь, что сумеет привлечь внимание посетителей другого пациента, старуха объявила, обращаясь прямо ко мне. «Я так устала!» «Искренне вам сочувствую?» «Меня зовут Патт!» — медленно проговорила она, словно у нее во рту было полно каши. «Он не может говорить!» Я заметила на ее халате пятна от еды. «Я всех здесь знаю! Я так устала!» «Может быть, вам стоит посидеть и отдохнуть?» «А я не могу!» Она посмотрела на меня, жуя беззубым ртом. «У меня трое детей!» «Как я вас понимаю, Патт?» «У меня трое детей, но я не могу их найти!» «Я глубоко сочувствую вам, Патт!» «Спасибо!» — сказала она глухим голосом, еле-еле ворочая языком. Она обернулась и посмотрела в конец коридора, словно размышляя о своих нескончаемых мотаниях по кругу. «Сюда идет Джеймс!» — изрекла она и зашаркала дальше. За дверью послышались шаги, и в комнату крупным шагом вошел полный мужчина средних лет в гавайской рубашке и зеленых штанах. В руках он держал что-то вроде дощечки с зажимом. Увидев меня, он не мог скрыть удивление. «О, мистер Краули, у вас, оказывается, гость...» Он повернулся ко мне. «Привет, я Джеймс, парикмахер. Я пришел выяснить, когда этот почтенный джентльмен хотел бы постричься. А еще нам надо взглянуть. Как выглядят ваши ногти, мистер Краули? Надо, надо посмотреть. А вы, позволь себе спросить, сэр, вы, случайно, не родственник мистера Краули?» Я объяснил ему, что просто друг их семьи. «Ну что ж, превосходно! Мистер Краули не избалован визитами. Вот только миссис Сигал, благословя ее бог, если бы не она, этот достойный джентльмен остался бы совсем один». Он наклонился вперед и ласково сжал худое плечо мистера Краули. «Ну и, конечно же, я, не правда ли, мистер Краули? Мы прекрасно с вами проводим время. Он спускается ко мне в парикмахерскую, а я ему там хорошенько мою голову, постригаю волосы, осматриваю ногти, ну и, скажем так, стараюсь привести его в приличный вид. У него, знаете ли, очень жесткие ногти. Прочистить уши и нос. Ну, и если он будет чувствовать себя готовым к этому, то и хорошенечко побрить. Кое-кто из девушек требует, чтобы я делал им старые прически в стилях сорокалетней давности. И я стараюсь им угодить. «Не правда ли, дорогуша?» Он повернулся ко мне с заговорщеским видом. Я знаю, что он понимает. Он не может ответить, но он все понимает. Это видно по его глазам. Это видно по глазам их всех. Надо только заглянуть в глаза, чтобы все понять. Но, смею сказать, когда мистер Краули прибыл сюда, он был очень умным. У него была лишь небольшая проблема, возможно, диабет. Я не могу вспомнить, что именно это было. И, наверное, года два или три назад он все еще разговаривал. К сожалению, они движутся к закату, как дети на санках. Но мы стараемся не терять мужество. Мы стараемся думать только о хорошем. Не так ли, мистер Краули? Персонал? Тут он печально махнул рукой. Ну, что скажешь. Они перегружены, так что не стоит критиковать. Но я действительно считаю, что он еще может. Он заглянул в свой блокнот. Так, запишем-ка его на завтра, ровно на десять утра. Мистер Краули чуть приподнял руку, издав при этом какой-то звук. — Что это, дорогуша? — спросил Джеймс. Его лицо стало настороженным. — Хм, да, ящик. Вы? Ну да. Он хочет показать вам кое-что. Это самая потрясающая штуковина, какую я вообще когда-нибудь видел. А я работаю в этом восхитительнейшей стране надежды двадцать семь лет. Джеймс направился к выдвижному ящику. — Знаете, ведь это он сделал. Да, мистер Краули? — Да. А потом потихоньку шепнул мне. Это было некоторое время назад, когда этот милый старикан был больше, нет, просто был еще самим собой, если, конечно, вы понимаете, что я имею в виду. Потом он извлек из ящика странную конструкцию из бечевки и старых коробок из-под овсянки. — Позвольте уж мне. Тут немножко запуталось. — Да, мистер Краули, да. Мы его подвесим. — Видите? Вы видите? Это он сделал. Он сам сделал эту вещицу. — Какое дело? Какое достижение? У нас есть несколько пожилых миляк, который помаленьку занимается живописью внизу, в центре ремесел. Краски изумительные, но здесь никто и никогда. Хитроумная штуковина была подвешена с помощью палки на некотором расстоянии от передней спинки больничной койки. Вертикальная цепочка из шести маленьких коробочек от хлопьев «Фростед Флейкс», соединенных друг с другом веревкой. Под ним висела другая коробка, претерпевшая значительные изменения. Коробка была разрезана ножницами таким образом, что у нее образовалась выпуклая крышка. — А теперь смотрите. — Нет. Вы не против того, чтобы показать это в действии, мистер Краули, а? — Не против? Он произнес протяжное «Ох!». И мы покатили его к кровати. Протянув руку, он старческими паучьими пальцами осторожно потянул за одну из многочисленных веревочек. В его глазах я заметил некое подобие вдруг вспыхнувшей мысли. А значит, в зале разума еще тлел яркий уголек. Дрожащими пальцами он потянул веревочку вниз, и маленькая коробка с выгнутой крышкой стала медленно подниматься со дна вверх, внутри остальных коробок. Когда она вошла внутрь верхней коробки из-под овсянки, Краули остановил ее, потянув за другую веревочку. — Нет, вы только посмотрите! — воскликнул Джеймс, наклоняясь вперед. — Там есть маленькие дверцы. И правда. Он нажал пальцами на несколько крошечных дверок, которые закачались на ленточных петлях. За открытой дверью была видна другая дверь во внутренней коробке, в точности повторявшая первую, которая тоже свободно открывалась и закрывалась. — Ну, не чудо ли? — сказал Джеймс. — Держу пари, что вы не видели ничего подобного. Он посмотрел на часы. — Ох, мне уже пора, госпожа Чу! Назначенные встречи, свидания. Все, знаете ли, разные дела. До скорого, дорогуша! Он похлопал мистера Краули по руке и испарился. Мы остались в комнате одни, свисевшей перед нами хитроумной штуковиной. — Мистер Краули! — позвал я старика. — Вам известно, что ваш сын Саймон умер? Он посмотрел на меня с выражением лошади, разглядывающего человека, который ничего не понимает в лошадях, и закрыл глаза. На секунду я испугался, не скончался ли он прямо в своем кресле. Но он снова открыл глаза и, глядя в сторону, вздохнул. Из его груди непроизвольно вырвался какой-то жалобный, скулящий всхлип, возможно, служивший выражением глубокого горя. Мы сидели в полной тишине. Я придвинулся поближе к игрушечному лифту и осмотрел его более внимательно. Мистер Краули, видимо, пытался нарисовать снаружи и внутри каждой коробки разные знаки, которые должны были обозначать кнопки, панели, окна и какие-то другие детали лифта, назначение которых мне было непонятно. Это явно стало у него навязчивой идеей. Я посмотрел на мистера Краули и увидел, что тот спит, откинув голову на подлокотник инвалидной коляски и широко разенув рот. Некоторое время я молча наблюдал за ним. При каждом вдохе и выдохе у него в горле что-то булькало и дребезжало. Через минуту его глаза слегка приоткрылись, и я, глядя на него, никак не мог понять, то ли он смотрит на меня, то ли умер. Я наклонился вперед и поднес ладонь ко лбу старика, как я обычно пробуждал детей. Своего рода утешение, даваемое дружеской рукой ближнего. На это мистер Краули расслабился в своем кресле, его дыхание стало более спокойным и глубоким. Посидев с ним рядом еще несколько минут, я тихо встал и вышел из комнаты. Следующей остановкой была резиденция миссис Норма Сигал, находившаяся на расстоянии десяти кварталов отсюда. Тот факт, что миссис Сигал была опекуном мистера Краули и вместе со своим мужем, еще и прежним владельцем дома, где нашли тело Саймы, назначал, что Вселенная по-прежнему нет-нет, да и выдаст какое-нибудь этакое случайное стечение обстоятельств. И хотя я буквально рвался побеседовать с ней, все же на выходе, неизвестно почему, снова просмотрел журнал для записи посетителей мистера Краули. Заставили меня это сделать те записи о посещениях, которые я увидел по дороге туда, и теперь, повидавшись с мистером Краули, я рассматривал журнал как документ и горький, и трогательный одновременно. Человек рождается и растет, учится принимать мяч, посланный по земле, причесывает волосы перед зеркалом, женится, заводит сына, работает, ест, покупает сыну велосипед, спит со своей женой, ходит на игры Янки, ремонтирует свою машину, голосует за Никсона, заходит с буханкой хлеба в бокалинную лавку на углу, каждый месяц выписывает свои векселя, тщательно чистит зубы, а потом бац! И он уже живет в платном интернате для престарелых, где, скрепленный тремя колечками, журнал свидетельствует, что если не считать сборщиков векселей и миссис Нормусигал, он один-одинешенек. Мир забыл, что он еще жив. И даже проявляемые из самых лучших пробуждений чувства парикмахера Джеймса относились ко всем, а не к нему одному. Я листал страницы в обратном порядке, углубляясь в прошлое, и все время видел подпись только миссис Сигал. При этом меня сильно заинтересовал тот факт, что Кэролайн не посещала мистера Краули после смерти Саймона. Допустим, она любила Саймона, тогда то, что она ни разу не навестила его отца, казалось вопиющим, бессердечием. Она же знала, что он здесь. Она знала, что стариков нельзя оставлять чахнуть на складах для лишних людей. Я продолжал перелистывать страницы и вернулся больше, чем на полтора года назад, в то время, когда Саймон был еще жив. Миссис Сигал и в тот период посещала старого Краули. Время от времени ее подпись перемежалась с подписью Саймона, больше напоминавшей стремительную закорюку, словно его торопили или раздражали формальностями. По мере углубления в прошлое его подпись появлялась чаще, и я заметил, что его визиты были сгруппированы. Три визита с интервалами в пять дней или два с интервалами в шесть, а потом длинный перерыв между ними. Подпись же миссис Сигал продолжала появляться регулярно дважды в неделю. Еще дальше назад Саймон расписывался четко через день, и я предположил, что столь частые посещения были возможны, только пока его карьер не начала набирать обороты. Еще несколько месяцев назад, и оказалось, что визиты происходили ежедневно. Да, Саймон был необыкновенно преданным сыном. Я быстро перелистал журнал записи вперед, нашел его последний визит, и, к своему удивлению, обнаружил рядом с его фамилией коротенькую приписку в скобках, сделанную его же рукой. И Билли. И дата 6 августа, 17 месяцев назад. Я помнил, что в этот день Кэролайн последний раз видела Саймона живым. Билли Мансон был с Саймоном в тот день. Кто бы мог подумать. Мне ответил женский голос, профессиональный, деловой и абсолютно равнодушный ко всем моим проблемам. Таким же был следующий, а за ним еще один. За два года Билли Мансон оставил три банка, а потом и бизнес вообще. Наконец, я отыскал его в небольшой, но влиятельной компании, занимающейся рисковыми вложениями капитала. И его секретарша сообщила, что этим вечером у него на 5.30 назначена деловая встреча в Гарвардском клубе, где я и смогу его увидеть. Мне нужно было переговорить и с Мансоном, и с миссис Сигал. Но миссис Сигал была пожилой женщиной с пожилым мужем. И, пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что из них двоих Мансон был более динамичной фигурой. И поскольку его местонахождение было известно, значит, мне нужно было увидеть его как можно скорее. Войдя в клуб, я сдержанно кивнул администратору и спросил, «А где группа мистера Мансона?» «Третий этаж, сэр». Там меня встретила женщина, которая выглядела точь в точь как одна из моделей второго эшелона из секретного каталога Виктории. «Рада вас видеть», сказала она слишком долго, удерживая на лице улыбку и показывая тем самым, что никакой радости ей это не доставляет. «Свое пальто вы можете оставить вон там». По отделанному панельными коридору я прошел в небольшой зал. Мне навстречу, словно на колесиках, выкатился маленький человечек и, схватив мою руку, затряс ее с необычайной энергией. Прямо передо мной маячил его галстук, заляпанный эмблемами гольф-клубов. «Мы рады, что вы сумели прийти», сказал он, заговорщицки понижая голос. «В такую погоду, как сегодня». Он потряс головой, как бы выражая этим глубокое сожаление, а затем направил меня в бар. Я заказал себе джинн с тоником. Бар находился рядом с конференц-залом, и я со стаканом в руке прошел прямо туда. Всем присутствующим там женщинам было около пятидесяти. Их облик однозначно свидетельствовал о том, что они массу времени проводят в гимнастическом зале, а макияж и прически вызывали ассоциации с восковыми и пластмассовыми фруктами. Одна из них, похоже, была на шестом месяце, и я, дрейфуя за ней, услышал, как она рассказывала о своем свенгале, специалисте по воспроизведению потомства. Мужчины были старше, и на их лихцах было какое-то похотливое удовольствие. Находиться здесь, в этом зале, неважно, с какой целью был для них вопросом личных амбиций. Я оглядывался в поисках Билли Мансона. Я считал, что его нетрудно будет узнать по видеозаписям Саймона Краули. У него должны быть похожи на щетку густые волосы огненного цвета. Ко мне подошел крупный загорелый мужчина. — Джим Крудоп, — представился он. — Рад, что вы смогли прийти. Рукопожатие у него было, как у водопроводчика, и, в отличие от других мужчин, он, не стесняясь, выставлял на показ толстый, как подушка брюхо, который напирал на пуговицы его рубашки. Я собирался было выскользнуть за дверь, когда все начали рассаживаться с выражением радостного ожидания на лице, как у детей в цирке. В зал вплыл кородышка, который приветствовал меня у лифта. — Мы собираемся попробовать живенько провести наше мероприятие, — объявил он. — Меня вы все знаете, а я просто представлю вам Билла Мансона, который разрабатывает юридические аспекты товарищества и осуществляет надзор за финансированием и составлением бюджета. Билл уже довольно долго работает с Джимом Крудопом, и полностью, Билл, можно я скажу вместо тебя? — Маленький человечек улыбался, словно его казнили на электрическом стуле. — Билл полностью уверен в этом проекте. — Он представит вам Джима, а потом мы передадим все полномочия Джиму, и он покажет нам слайды. Тут встал другой человек лет под сорок, стройный, не скрывающий свою седину, с серьезным и глубокомысленным выражением лица. А стершаяся линия волос придала ему еще более умный вид. Это и был Билли Мансен воин капитала. — Я скажу вам несколько слов, — начал он. — Как вам известно, мы пытаемся мобилизовать десять миллионов. Каждая единица инвестиций составляет сто тысяч долларов. Другими словами, сумма минимального капиталовложения равняется ста тысячам долларов. На сегодняшний день мы собрали четыре миллиона. Завтра мы будем в Гонконге, потом в Токио, а после этого в Рио-де-Жанейро. И я надеюсь, что к этому времени, то есть через две недели, считая сегодняшнего дня, мы превысим первоначально намеченную сумму подписки. Я стараюсь не увеличивать расходы, обеспечивая выполнение юридической работы в обмен на несколько долей в товариществе. Фактически этим и будет заниматься фирмом мужа Беппи Мартин. И тут он жестом указал на пятидесятилетнюю беременную даму. «Привет, Беппи! Рад видеть тебя здесь!» По соображениям налогообложения, корпорация будет либо швейцарской, либо бермудской. Так вот, мобилизованные десять миллионов долларов составят семьдесят процентов стоимости компании. Эти деньги вернутся прежде чем другая тридцатипроцентная доля собственности что-нибудь получит с процентами по обоснованной ставке, которые будут накапливаться. Баланс собственности включает долю участия Джима, которая составляет тридцать процентов. И он не замедлил бы вам сообщить, что из этой доли ему приходится платить своим водолазам и техникам, плюс некоторым чиновникам из правительства на Азорских островах. Десять процентов. Вот чему равна выплата доброй воли компании Blue Green Exploration Limited предыдущему ограниченному товариществу Джима, которое в течение нескольких лет финансировало значительную часть его работ на Азорских островах. Четыре процента от десяти миллионов идут людям, обеспечивающим финансирование в групп инвестментс за административную поддержку. Десятимиллионный бюджет обеспечивает деятельность на четыре года вперед. О некоторых затратах Джим еще расскажет позднее, а мне хотелось бы только отметить, что они включают расходы на аппарат Phantom с дистанционным управлением и сонаром, видео и фотокамеры для съемки объектов на глубине двух тысяч футов. Из оборудования приобретены также гидролокатор бокового обзора, магнитометр, четырикатер зиак, ну и так далее. То есть, в общем, деньги потрачены не зря, смею вас уверить. Мы также ежегодно выделяем средства на лицензионные платежи португальскому правительству в размере 155 тысяч за полтора года работы, а также около 150 тысяч в год группе глубоководных исследований Геосап. Я, конечно, мог бы продолжить разговор о финансировании, но лучше давайте предоставим Джиму возможность проявить присущее ему чувство юмора. Мансон сел в первых рядах и остался для меня недосягаем. Приходилось ждать. Встал Крудоб. Я благодарю всех, кто пришел сюда сегодня. Как большинство из вас знает, я в поисках затонувших кораблей нырял почти всю свою жизнь с тех пор, как ушел из морского флота. И вот теперь я... Нельзя ли дать информацию на экран? Спасибо. Я давно заинтересовался Азорскими островами, но португальское правительство закрыло эту территорию на 30 лет. А здесь на этом фото я намного худее. Здесь я тружусь над моим первым судном в 57-м году. Должен заметить, Азорские острова были важным полустанком на трансатлантическом морском пути с конца 15-го века до середины 19-го. А вот это типичный галеон длиной в 100 футов. Там они обычно останавливались, возвращаясь из Нового Света на обратном пути в Испанию или совершая плавание из Бразилии в Португалию. Там приставали к берегу суда португальской ост-Индии, обогнувшей мис. А вот это карта острова Гарсиоза. В этот порт они заходили за водой, товарами и продовольствием. Часто они собирали себе для конвоя целую армаду, если везли золото или серебро, а почти все они ходили именно с таким грузом. Это снимки нескольких золотых слитков, которые мы нашли надалеко от берегов Флориды в 62-м году. Без клеем плавильщиков они ничего не стоят и продаются по наличной цене золота на рынке. На клеемах можно разглядеть дату 1547-й год. Большие серебряные слитки вроде этих, некоторые мы нашли в 1977-м году недалеко от Санта-Круса, мы называем дверными упорами. Нам известно из письменных свидетельств, сохранившихся в Южной Америке или Сабоне, во всех местах, где правительства располагают старыми документами, вот один такой. Я потратил 30 лет, чтобы научиться читать их. Обычно они составлены на смеси португальского, костильского, испанского, латыни, а иногда даже и голландского языков. У них есть декларации судовых грузов. Вот это, датируемое примерно 1550 годом, относится к голландскому торговому судну. В нее внесено около 36 тысяч золотых монет. Кораблекрушение произошло над глубоким местом, и в 1969 году мы нашли эти золотые монеты на участке в 40 квадратных метров. К сожалению, большую их часть конфисковало панамское правительство. Каждая монета сейчас стоило бы около 25 тысяч долларов. Как бы то ни было, все эти корабли не миновали Азорские острова. В близлежащем районе тысячи затонувших судов. Это звучит как преувеличение, я знаю, но в 1591 году, например, 120 испанских кораблей, возвращавшихся из Южной Америки, попали в ураган. 88 из них затонули. Вот пушка. Мы достаем множество этих длинносвольных штуковин в ужасном состоянии, если они отлиты из бронзы. Время от времени их вытаскивают рыбаки. Они стоят около 20 тысяч за штуку. Затонувшие сокровища. Я сидел в зале, где было полно очень богатых людей, жаждавших отыскать затонувшие сокровища. Я искал видеозапись жирного мужика. Они искали затонувшие пушки. Каждому что-нибудь да нужно. Я бросил взгляд на Билли Мансона, ломая голову над тем, как же заставить его поговорить со мной. Но пока шоу ушло как по маслу, лучше, чем любой из телемагазинов. В анаэробных зонах, вещал Крудлоп, что означает, что в них отсутствует кислород, и это мешает червям уничтожить древесину. И это хорошо, потому что дерево лучше удерживает сокровища в одном месте. Весь фокус в этом. А это один из наших водолазов, работающий с вакуумным прибором для отсасывания слежавшегося песка, которым мы обычно пользовались. У нас, как правило, уходило три дня на то, чтобы вынуть столько песка, чтобы им можно было заполнить объем, ну, скажем, с этот зал. Но теперь у нас есть вот такая же вот штуковина. Это похоже на большой угольник, который мы ставим поперек корабельного винта и просто сдуваем весь песок. Это устройство позволяет нам убрать песок из такого зала секунд за десять и быстрее добраться до так называемой твердой основы, где фактически и находится корабль. На этом слайде некоторые из жемчужин, которые мы подобрали у Ямайки. Там затонули три бота, и нам удалось достать 17 тысяч таких вот жемчужин. Но в основном боты перевозили фарфор с Дальнего Востока. А вот это фарфор династии Мин. Его мы нашли в 1983 году. Все было разбито. Каждый предмет почти в дребезге. Мы подняли наверх больше двух миллионов черепков. Ни одного целого блюдца. Но в том месте была мелкая вода. Корабль сильно пострадал, и весь фарфор разлетелся на мелкие кусочки. Зачастую поиски остатков кораблекрушений на рифах не стоят затраченных на них усилий, поскольку груз обычно бывает сильно разбросан вокруг на большой территории. Ну а это золотая цепь. Мы нашли тогда немало таких цепей. В декларации судового груза всегда указывается сдержимое трюмов, но часто на судне находится гораздо больший груз, чем следует из документов, естественно, в виде контрабанды. Дело в том, что по закону моряк не должен платить налог за то, что на нем надета. Такая вот хитрость. И поэтому матросы обычно заказывали себе золотые цепи с очень тонкими звеньями, которыми они обматывались чуть ли не с головы до ног. Самая длинная из тех, что мы там отыскали, была длиной в сто двадцать футов. А вот это португальская астролябия. Мы нашли семнадцать из всех известных на данный момент шестидесяти девяти древних астролябий. Недавно Сотби продал последнюю за восемьсот восемьдесят две тысячи. Очень необычный экземпляр. Но мы рассчитываем найти еще несколько штук. По нашим оценкам, в случае удачи мы, возможно, получим в среднем около пятидесяти миллионов с каждого судна. Но, естественно, нельзя забывать и о том, что пройдут годы, прежде чем все это превратится в деньги. На этом слайде серебряная монета до очистки. Видите, она совсем черная. А потом, после очистки, на ней хорошо видны все знаки. Мы нашли около восьми тысяч таких монет во Флориде в 1969 году. Далее это совершенно целая тележка рикши, сделанная из нефрита, которую мы нашли в семьдесят восьмом году. Куратору потребовалось пять лет, чтобы... Тут я перестала его слушать и просто наблюдал за мельканием кадров, на которых было множество всяких предметов. Дублоны, испанские доллары, жемчужины, слитки, изделия из слоновой кости, бутылки, вазы, черенки ножей, бронзовые руколетки пистолетов, табакерки, пушки, золотые шкатулки восточной работы, фарфоровые чашечки для бритья, серебряные стремена, сундуки, серебряные гребни, драгоценные камни, распятия и тому подобные вещи, сказочный реестр древних сокровищ. Через каждые пять минут мимо проходила женщина с подносом, и скоро я наелся черной икрой, долларов этак на сто. Наконец снова дали свет, и Билли Мансен начал отвечать на вопросы. Особенно заковыристые вопросы задавал худой старик, на вид лет около восьмидесяти. Ему, разумеется, необходимо было вернуть свои капиталовложения пораньше, а не попозже. Затем собрание начало расходиться. Судя по его виду, Мансен был не испуглив. Я без особого труда добрался до него и, улучив удобный момент, прошептал. Не могли бы мы найти время, чтобы поговорить с глазу на глаз? Мансен бросил взгляд мимо меня на улыбающегося коротышку и тот одним движением бровей передал «Да, давайте перейдем в соседнюю комнату». Я представился и объяснил, что до меня дошли кое-какие неподтвержденные слухи о его совместной деятельности с Саймоном. Я сказал, что не поверил им, потому что они были уж слишком странными, но поинтересовался, не можем ли мы обсудить это в нескольких словах. Голос Мансона звучал совершенно спокойно. Что в ваших словах вранье? То, что я не верю слухам? Ему надо было успеть на самолет в Гонконг, но он предложил мне ехать вместе с ним в аэропорт имени Джона Кеннеди. Ведь я знал Саймона лучше, чем кто-нибудь другой. Мы много времени проводили вместе, массу времени. Должно быть, тяжко было, когда он умер. Тяжко, очень тяжко. Мы вышли на улицу и поймали такси. Мансон опустил стекло, достал сигарету с марихуаной и закурил. Он заметно успокоился. Это было очень кстати, потому что я собирался броситься в атаку. Кэролайн утверждает, что вы с ним были очень близки. Да, мы делали кое-что. Я что-то слышала о том, что вы с ним вместе снимали какие-то ленты. Он рассмеялся. Да, ходили и такие слухи. Бурные времена, ну и так далее. Весьма бурные. А вы когда-нибудь показывайте их зрителям? Эти ленты? Именно их. У меня их нет. А где же они? Он ослабил узел галстука. Пропали. Вот как? Говорю вам, они пропали. Он покачал головой, сожалея об их трагической судьбе. Да, приятель, масса людей отдала бы последнее, что у них осталось, чтобы увидеть эти ленты. Всякие дикие выходки в исполнении Саймона Краули. Поверьте, на студии уже занимались поиском этих пленок. Саймон вроде бы работал над новым проектом. И там поговаривали, что он, возможно, делал какие-то съемки портативной камерой. А это бред чистой воды. Но они поручили своим людям заняться этим делом. И если уж студия не сумела разыскать эти пленки, значит, не сумеет никто. А что же все-таки с ними случилось? Не знаю. Саймон никогда не говорил со мной об этом. Нет, вру. Раз или два он упомянул о них, но я ни разу их не видел, хотя хотел бы посмотреть. Ведь я, знаете, собаку съел на этом деле и здорово во всем таком разбираюсь. А нет ли их случайно в имущественном фонде? Вы хотите сказать, не оставил ли он их кому-то? Но нет, это нереально. Кому он, собственно, мог бы их оставить? Не знаю. Жене, например. Кэролайн? Исключено. Почему? Она же как-никак его жена? Билли покачал головой. Да при чем тут это? Поймите же, наконец, я часто бывал с ним рядом. Он занимался сексом с массой девочек, а Кэролайн, вообще на ней он женился только потому, что ему, видите ли, было интересно это с ней проделывать. Но вот она и стала таким интересным объектом, неужели не ясно? Что-то вроде головоломки, с которой он мог забавляться. Но он и не думал брать на себя роль мужа. К тому же они и знали друг друга всего месяцев шесть или около того. А вы с Саймоном часто отлучались из дома? Тысячу раз. А чем вы с ним занимались в день его исчезновения? А в тот день меня с ним не было. А где же вы были? Я летел в Гонконг, как сегодня вечером, например. Приходится много ездить. А почему вы не сказали в полиции, что видели Саймона в тот день, когда он исчез? Потому что я его не видел. Позвольте вам не поверить. Знаете, что, сказал он миролюбиво, что, я не видел его в тот день, когда он исчез. Мы продолжали свой путь. Таксист время от времени поглядывал в верхнее зеркало. Я мог бы рассказать вам о своих проблемах, сказал я, но от этого вам вряд ли станет легче. А расскажите мне о своих проблемах. Дело в том, Билли, что я видел все эти ленты. Понимаете? Все ленты Саймона. Он возрелся на меня. Ну и что? Что-то я вас не понимаю. А то, что я видел эти ленты и могу это доказать. Да ну! На пленке снят район Вестсайда, похожий на 10-ю авеню и 46-ю улицу. Вы с Саймоном мотали круги на лимузине в поисках девочки. Вы остановили машину, сняли девицу и лично вы сторговались с ней на 5 долларов. Потом вы вылезли из машины, а Саймон остался там с ней. Когда они кончили, вы вернулись обратно, а потом вдвоем куда-то уехали. Да, было такое дело. Я и говорю. Ну и что с того? А то, что это одна из пленок. Ну вы меня достали! Он злобно улыбнулся. Подумаешь, он видел одну из пленок Саймона. Откуда вы взяли, что вам дозволено являться без приглашения на одно из моих совещаний? Другая пленка. Та, что относится к делу, снята изнутри фургона. Фургон стоял в парке Томкинс Сквер еще до беспорядков, учененных толпой скватеров и бродяг, и находился там во время всей этой заварухи. Фургон был установлен таким образом, что важнейшее событие во время этих беспорядков оказалось заснятым на пленку через заднее окно. Вы находились в фургоне вместе с Саймоном. Камера брала вас обоих, так что ваш голос записан отчетливо. Вы знаете, какой пленки я говорю Билли. Даже если вы никогда не видели ее, вам известно, о какой пленке идет речь. Я знаю, что вы помните ее, потому что никто не смог бы забыть такую картину, как полицейскую бьют по голове бейсбольной битой. Один удар, и он падает сраженный. Вы видели это, Билли? Вы видели это собственными глазами, и даже высказывались по этому поводу. Но это произошло. Чернокожий коп был убит белым подонком, ударившим его бейсбольной битой. И вы видели, как он это сделал. Вы наблюдали, и читали газеты на следующий день. Возможно, вы даже прочли мою колонку. Вы видели новости, вы и Саймон оба. Он сказал, что собирается использовать ее в фильме. Он говорил, настолько удачная, что он просто должен ее использовать. Я хочу вас спросить, вы хотите сообщить об этом копам? С какой стать? Потому что именно теперь их это очень интересует. Им известно об этой пленке Билли. Я рассказал им о ней, но еще не передал ее им. Мы ведем переговоры относительно условий, на которых они могут получить ее от меня. Понимаете, пленка разоблачает убийцу. Теперь они смогут арестовать его и предать суду. Помощнику окружного прокурора нужно будет представить цепочку хранителей или владельцев этой пленки. Или он будет размышлять, как ее вычислить. Затем им потребуется вызвать меня в суд и идентифицировать как человека, передавшего им пленку. Они расспросят меня, от кого я получил пленку и так далее. Так вот, я не хочу выступать в качестве свидетеля. Как журналист я в этом не заинтересован. Где-то там в этих инстанциях меня спросят о вас, разговаривал ли я с вами, знали ли вы о пленке, ну и тому подобные вещи. Ведь копы понимают, что я должен был спросить вас, почему вы ничего не сообщили им о пленке. И мне придется сказать им, что да, я действительно говорил с вами о пленке, и что вы, Билли, рассказали мне то, что я сейчас от вас услышал, а именно следующее. Он сказал, что собирался вставить ее в фильм, и что она настолько хороша, что ему, возможно, просто придется воспользоваться ею. Ведь это же ваши слова. Вы заявили это буквально минуту назад. Я не записывала этого ни в блокнот, ни на гонитофон, но, Билли, я же все помню. Знаете, у меня хорошая память. Я помню чужие слова годами. Итак, на чем же мы остановились? Ах, да. Итак, если я перескажу копам все, что вы мне сказали, они заявят, е-мое, это же признание в осведомленности. Этот самый Уильям Мансон утаивал сведения об убийстве полицейского. А вы знаете, Билли, что они за это с вами сделают? Вы когда-нибудь смотрели в глаза Руди Джулиани? А вам не приходит в голову, что вы окажетесь в тюрьме штата Ваттики, рассказывая басни о вашем дельце затонувшими сокровищами и, возможно, подстраивая так, чтобы сокровища какого-то другого парня пошли на ваши авантюры? Возможно. Возможно, возможно, вы сумеете выкрутиться. Но газеты сожрут вашу репутацию, Билли. Я выдам такой вот сенсационный заголовок. Инвестиционный банкир скрыл убийство полицейского. Это первая страница Билли. Это Том Брека, CBS, Inving News, CNN, Vanity Fair сделает на эту тему сюжет, выпотрошит в своих интервью всех ваших старых приятельниц. Ну, ну, пошевелите же мозгами. Постойте. Нет, это вы постойте, заткнул я его, ткнув в него пальцем. И слушайте. Выход есть. Если я не передам копам ваши слова, вы сможете обратиться к своему адвокату, может быть, сегодня же вечером, и попробуйте набросать то, что будете говорить, когда они начнут вас расспрашивать. Для вас было бы гораздо лучше, иметь подготовленные ответы. Могут пригодиться и наркотики. Советую вам, Билли, разработать или усилить версию о чрезмерном потреблении наркотиков или пристрастии к спиртному. Все, что угодно, лишь бы убедить копов, что позднее в тот же вечер вы напились до бесчувствия и ничего не могли вспомнить. Длинный перечень головных болей, курсов лечения, приступов, головокружения, потерь сознания, сканограмм, полученных при компьютерной аксиальной томографии и тому подобное. Есть адвокаты, специализирующиеся в защите такого рода. Кто? Вы знаете хотя бы одного? Нет? Поручите это своему секретарю. А теперь давайте вернемся к тому, о чем мы уже говорили. Что же произошло в тот день, когда Саймон исчез? Мансон уставился в окно такси. Он потерпел поражение. Мы просто колесили, где попало, приятель. И на чем же вы колесили? В фургоне его отца. Его отца в том, которым его отец обычно пользовался, когда работал. Это был его фургон. Тот, что был в парке? Он коснулся пальцами манжеты рубашки. Да. В нем было оборудование для видеосъемки. Его отец держал в нем всевозможные старые инструменты. А Саймон камеры, наркотики, спиртное, книги, велосипед, массу ручных инструментов, ну и всякие такие вещи. У него там было все. Куда вы заходили? В платный интернат для престарелых. И Саймон с отцом говорили о какой-то чепухе. Я не слушал, просто болтался в коридоре. Я не хотел видеть Саймона вместе с его отцом. Я думал, что он может заплакать, и не хотел это видеть. Я только пожал старику руку. А насколько он тогда был в себе? Кое в чем, он вполне соображал, но это была не болезнь Альцгеймера, а что-то еще? Он разучился читать и писать. Мне кажется, он еще мог немного говорить. Я не мог его понять, а Саймон понимал. Вы ушли, и что же было потом? Да, разве все упомнишь? Мы мотались по разным местам, а в каком порядке, не помню. Мы купили что-то поесть, остановились, чтобы зайти в какую-то контору. А контора случайно не адвокатская? Не знаю. Контора этого. А он называл фамилию Сигал? Не помню. А зачем вы собственно там остановились? Черт возьми, приятель, я понятия не имею, протестующий повесил голос Мансон. Я остался в фургоне, да и остановка-то была минут на пять, не больше. А где это было? В Квинсе? Да, недалеко от интерната для престарелых. Саймон говорил вам что-нибудь о Себастьяне Хобси? А это владелец вашей газеты, верно? Я кивнул. Я спрашиваю, он когда-нибудь упоминал о нем? Нет. Он показывал вам свою коллекцию видеокассет? Нет. Почему? Саймон этого не любил. Такие записи вещи сугубо личные, как диалог с самим собой, понятно? Он снимал их для каких-то своих целей, и к тому же разные люди дарили ему пленки, если считали, что на них есть что-то стоящее. Да, я ходил с ним иногда, мы снимали вместе, но он никогда не давал мне потом посмотреть, что мы там наснимали. Вернее, он не предлагал, а я не просил. Это считалось вроде как особой честью, если он снимал вас, и я не хотел, чтобы из-за меня он чувствовал какое-то смущение по этому поводу. Он и без меня постоянно снимал, но я никогда этих лент не видел. И знаете, в самый последний период его жизни мы оба были очень заняты и практически не встречались. Как вы вместе катались, вы помните? А где вы были на следующий день? У у меня есть талон билета и документы из авиакомпании. Я летел в Гонконг. Я всегда останавливаюсь в Конраде. А еще у меня имеются записи звонков из самолета и даже из гостиничной машины. Они предоставляют красный безразмерный Роллс-Ройс, который встречает вас в аэропорту. Я и не знал, что он умер, пока где-то через неделю не увидел сюжет по СНН. И вы не рассказывали в полиции, что часть дня провели с Саймоном? Нет. Вы были его другом? Мансон нахмурился. Ну ты достал! Мы с Сайм расстались часа, наверное, в три дня. Он высадил меня у аэропорта. Понятия не имею, куда он двинулся после. Я провел с ним несколько часов. Значит, мы выехали из Манхэттена, навестили его отца, потом остановились у конторы, ну а потом в аэропорт. Вот так. Как я понимаю, полиция так точно и не вычислила, когда именно Саймон был убит, верно? Ну так с какой стати я должен впутываться во все это? Ведь я-то не участвовал в этой истории. Да у Саймона после этого могло быть сто контактов с кем угодно. А потом, знаете что? Я долго и упорно думал об этом. Об этом и еще о том, что же я должен делать. У меня есть жена и двое детей. Я тоже зарабатываю для них деньги, а эта дельца просто все мне перекорежила бы и все. И Саймон наверняка согласился бы со мной. Он сказал бы не делай этого. Такси загрохотало по какой-то разбитой дороге. Но была ведь еще пленка отснятая в парке Томкинс сфер. Чем меньше связи между вами, тем лучше. Да уж конечно. И вы не боялись, что эта запись каким-то образом объявится? Я знал, что это зависит от Кэролайн. Что вы хотите этим сказать? Он слабо улыбнулся мне, признавая тем самым, что до этого лгал, утверждая, что не знает, где пленки. Однажды она позвонила мне и сказала, что видела эту запись и подумала, что если мы сообщим об этом полиции, это оскорбит память о Саймоне. Неужели она так и сказала? Ага, только она врала. Не понял. Я имею в виду, что у нее не было никаких высоких соображений. Если бы история с пленкой с тем копом вышла наружу, это подорвало бы товарность Саймона. Все эти видео выдаются на прокат, с них идут лицензионные платежи и так далее. Публика могла возгневаться, что его состояние все еще приносит деньги. А ей было известно, что в тот день вы проводили время с Саймоном? Не знаю, я ничего ей не говорил. Не исключено, что он виделся с ней между тем, как вы расстались и моментом, когда он пропал. Сказал я, памятая, что Кэролайн ни словом не обмолвилась о Мансоне, как это следовало из полицейского отчета, так что он вполне мог бы ей сказать, что встречался с вами. Да, это возможно. Такси подъехало к аэропорту. Итак, вы, как бы там ни было, вы летели в Гонконг? спросил я. Точно. Меня вообще тут не было, так что голыми руками меня не возьмешь. Он вытащил из бумажника четыре-двадцатки и сунул их водителю. Слушай, шеф, отвези этого парня обратно в город. Это был удобный момент вернуть парочку вопросов на засыпку. Саймон когда-нибудь говорил с вами о Кэролайн? Бывало. Что? Он посмотрел на меня и только я собрался рассмеяться, как у меня в кармане запиликал пейджер. Томми ранен, поезжая в больницу святого Винсента. Маленькие яркие буковки, а за ними ужасные события. Малыш, малыш, которому едва исполнилось полтора года, спит в больничной кроватке. На его губках раздуваются и опадают пузыри. Он спит и везет сны, а снится ему то, что снится всем детям на свете. Мама, молоко, печенье, сестра, зверушки, красные, желтые, зеленые. Он не понимает, что пуля прошла через крошечные бицепсы его левой руки. Он знает только, что в комнате был плохой дядя, что Джозефина закричала, было много шума и грохта, и что-то горячее ударило его по руке, и он заплакал. Салли плакала, Джозефина кричала. Он был еще не способен понять, что пуля, которая должна была расплющиться при соприкосновении с плотью, прошла сквозь его руку, словно она была бестелесной. Он был слишком мал, чтобы воспроизвести теплое влажное чмоканье, сопровождавшее обрушившись на него ужас. Та же самая пуля, о которой он ничего не знает, пронзив его руку насквозь, подобно страшной железной пчеле, впилась в колено пятидесятилетней негритянке, которую он крепко обхватил напуганной происходящим. Я стояла у края детской кроватки Томми, оглушенной страхом, яростью и острым сознанием вины. Мне хотелось плакать. Вошла Лайза. Я сама обследовала рану, сказала Лайза глухим голосом. И насколько это серьезно? В двух словах? Рубцовая ткань в мышце, но не на всю ее глубину. Она тихонько погладила Томми по спине. Ему потребуется реабилитация, особенно растяжение, чтобы ткань сохранила гибкость. Рука не станет слабой, но у него в этой мышце уже никогда не будет такого полного сокращения, какое могло бы быть. Рубец. Она пристально посмотрела на Томми и сощурилась. Ему еще расти и расти, так что это не будет его сильно обезображивать. Может быть, останется ямочка. очень небольшой килоид, он еще слишком мал. А как Джозефина? Лайз вздохнула. Пуля попала в левую коленную чашечку. Это непоправимо. Ей потребуется несколько операций и реабилитация. Это займет год, не меньше. Лайз пошла взглянуть на Салли, которая спала на диване в кабинете. К этому времени я уже знал, что их доставили на автомобиль и скорой помощи. Всех вместе. Джозефину, Томми и Салли. Джозефина, от боли впавшая в истерическое неистовство, настаивала на том, чтобы ее не разлучали с детьми. Лайза сумела приехать с работы самое большее через час после выстрелов, и обнаружила, как она сообщила мне, едва только я появился в больнице, что дети были странно спокойными. Увидев ее, они разразились рыданиями от пережитого ужаса и вцепились в нее, особенно Салли, которая хоть и не была ранена, но испытала ужасное потрясение, увидев истекавших кровью Томми и Джозефину. «Я сделала всевозможное для Джозефины», сказал Лайза. «Заплатила за все?» «Да». «И за отдельную палату?» «Я устроила для нее лучшую палату в больнице и докторов». «А можно мне к ней?» «Ей недавно сделали успокаивающий укол, но я думаю, что можно». Голос моей жены звучал холодно и отчужденно. Она казалась бесконечно далекой от меня. Успокаивающий укол? Она перенесла травму, и к тому же применение успокаивательных препаратов — это один из способов снятия боли. Страх и тревогу усиливают боль. А пистолет чей был? Того бандита. А Джозефина стреляла из своего пистолета? В полиции думают, что да. Речь у нее была абсолютно бессвязная, ничего нельзя было понять. Теперь ей будет получше». Лайза вздохнула. «Мне кажется, я перестала понимать, что происходит. Мы были там одни, моя жена и я. И еще что-то такое, о чем она молчала. Они хотят забрать эту кроватку, ту, в которой спал Томми? Да». Лайза посмотрела мне прямо в глаза. «Господи, ведь его только что ранили в руку!» Вырвалось у меня. Рана поверхностная, не слишком серьезная. Ее продезинфицировали, наложили швы и перевязали. Ему дадут небольшую дозу антибиотика и все будет в порядке. Голос Лайза звучал сухо, словно ее ничуть не трогала моя тревога о Томми. «Я не совсем понимаю твои отношения, точнее, твой тон. А полагаю, тебе известно, кто это был?» Я догадываюсь. Она испытывающе разглядывала меня. Сейчас она была только матерью своих детей. но не моей женой. «Ведь этим дело не кончится, верно?» «Скорее всего. Я не могу допустить Портер, чтобы дети стали частью этой игры. Ясное дело». Томми зашевелился во сне, и она поправила ему одеяло. «Последнее время ты вел себя так, словно у тебя крупные неприятности». «Так и есть. А что прикажешь мне думать, если ты постоянно в отлучке, весь какой-то издерганный и выдумываешь небылицы, что на тебя якобы кто-то напал? Ты что, считаешь меня совсем дурой?» «Ничуть». «Должно быть, у тебя сложилось обо мне неправильное представление?» «Вовсе нет». «Ну тогда о себе самом». «Пожалуй». Она внимательно посмотрела на меня. «Пожалуй?» «Это ответ труса». Я промолчал. «Ты можешь поручиться, что этот человек больше никогда не явится снова?» «Нет». «Ты, кажется, всерьез обозлил кого-то, Портер». «Не совсем так». Лицо ее казалось затвердевшим от внутренней горечи. «Ну что ж, надеюсь, по крайней мере, у тебя для этого были основательные причины». И это не совсем так. Мы были там одни, моя жена и я. Она в своем симпатичном платье и удобных туфлях. «Я собираюсь отвезти детей к маме», объявила она. «Сегодня же вечером. Билеты куплю в аэропорту. Я заказала машину, которая будет здесь минут, наверное, через десять». Ее мать жила в Сан-Франциско и делала скворечники из сосновых дощечек и номерные знаки в стиле Старой Калифорнии. «А как же твоя практика?» спросила я. «С этим дело обстоит из рук вон скверно». «Портер, масса пациентов ожидает операции. К счастью, это можно перенести на следующую неделю». Ее обескуражила мысль, что она может их подвести. Что касается оказания помощи по вызовам, то хотя я этим и занимаюсь, но мне это не нравится. Я понимаю, что такой внезапный отъезд рисует меня не с лучшей стороны, и в больнице тоже все об этом узнают, но это мои дети. Да, я многое хотела бы тебе сказать, но во мне все кипит, и я очень расстроена из-за Томми. Она свирепо взглянула на меня и шумно выдохнула. «Черт, побери, Портер, это действительно мерзко, это просто хуже некуда». Да. Потом она ушла, держа Томми на руках, а медсестра несла за ней с Салли. Я поцеловала обоих детей на прощание и порадовался тому, что они спали, и мне не пришлось объяснять им, почему я не еду с ними. Я мог пойти за Лайзой и попытаться все ей объяснить, но я этого не сделал. Поднявшись наверх, я просунул голову в палату Джозефины, ожидая увидеть рядом с ней всю ее семью. «Джозефина?» Она лежала на боку, глядя на экран, закрепленный на большой стойке для теле- и видеоаппаратуры. На нем было меню услуг, предлагаемых больницей. Рядом с экраном располагалась перечень дополнительных фильмов на случай, если бы она захотела их посмотреть. «О, Портер!» Она повернулась ко мне. Я увидел слезы в ее глазах. Вы знаете, я была с Томми и Салли. Я только начала готовить лапшу, и тут услыхал звонок от ворот. И знаете, я подумала, может, это Портер рано вернулся домой, что-то в этом роде. А потом подняла глаза и увидела этого человека в окне. Человек Хоббса без сомнения знал, как взломать замок. Как он выглядел? Это был белый мужчина. может, лет пятидесяти, в тяжелом пальто. Ведь никто ничего не говорил мне о том, что какой-то человек должен зайти в дом, вы понимаете? А потом он улыбнулся и постучал в дверь. Я спросила через стекло, кто вы такой? А он не ответил мне ничего. И тогда я сказала, уходите отсюда, а то я позову полицию. А потом он выбил дверь ногой прямо вот так. Дети видели все это. И Саля очень испугалась. Потом мужчина вошел в кухню, и я подумала, он нехороший человек. И спросил, где кабинет Портера. А я сказала, что это не его дело, а он мне показывает, где кабинет, или я кого-нибудь прибью. Вы понимаете? Тогда я показала ему кабинет, понимаете, потому что подумала, что нет, 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 вы сделали все как надо, сказал я, все правильно. И тогда он начал безобразничать в кабинете, просто разбрасывал разные вещи, а я стала хватать детей, чтобы убежать с ними. А он и говорит, нет, вы все идите сюда. И тогда я попыталась поймать Томми, вы понимаете, что я смогла убежать, но он вышел из кабинета, а в руке у него был пистолет, и он сказал, все идите в кабинет. Ну, я взяла свою сумку и детей и пошла туда, а он там все вытаскивал, ваши бумаги, открывал ящики, бросал бумаги, куда попало, и все повторял. Где же это, где же это? Тогда я сказал, мистер, я не знаю, чего вы хотите. А потом он сказал, что собирается забрать одного из детей с собой, и тогда я... Джозефина прижала руки к горлу и опустив глаза заморгала. Я прямо... Я знаю, вы велели мне больше никогда не приносить на работу пистолет, но... Давайте сейчас не будем об этом, Джозефина, сказал я. Я прямо ему сказала, нет, вы не можете этого сделать, мистер, вы не можете забрать этих детей. И тогда я вынула свой пистолет и направила его на этого человека. Я просто хотела его напугать. А он закричал, начал обзывать меня разными словами. Но вы ведь знаете, как они ведут себя, когда становятся бешеными, как он... А потом он выстрелил. И как раз тогда он и попал в Томми и в меня. И мы оба закричали, понимаете? Я упала на пол вместе с Томми. И тогда я выстрелила. И думаю, что я, может быть, с него попала. Я опять выстрелила. И на этот раз промахнулась. Попала в стену. И он побежал из дома на улицу через кухню. Он пошел. Но я не пошла за ним. Я осталась с детьми. Они были так перепуганы. Я стала утешать их и целовать. Но знаете, делать все, что надо. Из больницы я направилась прямиком в редакцию газеты, купив по дороге пару литровых бутылок кока-колы. Я выпью их и смогу не спать всю ночь, что собственно и требовалось. Хел Фиджеральд оставил на моем автоответчике два сообщения, выдававших его личное беспокойство. Но сейчас я не мог думать о нем. Охранник открыл по моей просьбе помещение информационной службы газеты. Миссис Вуд уже ушла, но я вполне ориентировался в ее владениях. Кэмпбелл. Мне было необходимо узнать, где находится Кэмпбелл. Как же его зовут? Я никак не мог вспомнить его имя. Выстрый передо мной десять тысяч человек, а я тотчас же его опознаю. Но имени его я вспомнить не мог, хоть убей. Я мог бы поискать фамилию Кэмпбелл в телефонном справочнике, на компакт-диске, между прочим, очень полном. Его предоставила одночасная компания и обновляет его каждые три месяца. Но тогда я получил бы целый ворох имен. Вместо этого я снялся поиском Кэмпбелла и Хоббса через Нексис. Недавняя публикация в Нью-Йорк Таймс могла бы помочь выяснить имя Кэмпбелла. Ничего. Возможно, Кэмпбелла продвинули по службе, пока он работал в Нью-Йорке. Редакционная служба связи с общественностью срочно выпустила бы официальные сообщения. А если попробовать Кэмпбелл и Лондон? Кэмпбелл и Англия? Вот оно, пожалуйста. Крошечная заметка. Уолтер Кэмпбелл назначен с повышением на пост исполнительного вице-президента. Уроженец Лондона Кэмпбелл возглавит... Я мог бы начать с Уолтера Кэмпбелла. Так, где он жил? В Нью-Йорке? Нью-Джерси? Коннекти тут все. Дорогие районы. Апер Седл-Ривер, штат Нью-Джерси. Очень милое местечко. Дарьен. Тоже недурно. Трудный звонок. А может и нет. Вероятно, он довольно часто летал в Лондон по делам, вылетая из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Из Лагарди выполнялись не так много международных рейсов. Человек, часто пользующийся аэропортом имени Джона Кеннеди, которому нужно успевать на самые ранние рейсы и так далее, не станет жить в Нью-Джерси или Коннектитуте. Это чересчур далеко для утреннего путешествия даже на лимузине с водителем. Слишком много потерянного времени. Он должен жить в Нью-Йорке. Я поискал Уолтера Кэмпбелла под трехзначными междугородными телефонными кодами 212-718-516. Нашел 8 человек. Отбросил шестерых, живших в районах для среднего класса или бедных. Остались двое. Оба в Рижгемсктонте. Каждое утро три часа. Хм, нет, не то. Номер телефона Кэмпбелла не был внесен в телефонную книгу. Я вспомнил, что у него не было обручального кольца. Значит, он был либо гомиком, либо разведен. И это обстоятельство могло привести его в Манхэттен, где жизнь била ключом, самое подходящее место для богатого мужчины средних лет. А был ли он зарегистрирован как избиратель? Только если он был натурализированным гражданином. Но это маловероятно. В Соединенном Королевстве и пенсии выше, и льгот больше. Итак, у меня не было ничего. Уолтер Кэмпбелл. У меня не было ни даты рождения, ни номера полиса социального обеспечения. А как найти английского гражданина в Манхэттене, не зная его телефона, адреса или номера полиса? Хотя известно, что он водит машину. Я вставил диск управления автотранспорта штата Нью-Йорк. 84 человека по имени Уолтер Кэмпбелл. Ни одного адреса. Недвижимое имущество. Я выбрал операцию поиска по Манхэттену. Там был Кэмпбелл на восточной 148-й улице. Испанский Гарлем. Никаких шансов. У этого человека не было никакой собственности в городе. Если бы была, мне не составило бы труда его найти. В данном случае было понятно, почему он не приобрел никакой собственности. Хоббс, по всей вероятности, каждый несколько лет перемещал своих ведущих работников. Я быстро просмотрел перечень возможных способов найти нужных людей. Банкротство, права механиков по удержанию имущества клиентов до уплаты вознаграждения, нарушение правил движения на пешеходных дорожках, свалки инертных опасных отходов. Компьютер поработал несколько секунд и выдал мне следующее. Постановление Уолтер Кэмпбелл. Адрес 107-я Восточная. Постановление 14. Сумма 1000 долларов. Проценты 102 доллара. Номерной знак JD 0876. На фоне полученных сведений пропустил образ англичанина-правонарушителя из руководителя средней руки, который снимал квартиру недалеко от своего офиса. Теперь у меня появилась возможность кое-что узнать об этом человеке. Я один с другим вставил в компьютер и просмотрел несколько компакт-дисков. Ему был 51 год. Он водил Lexus 95-го года выпуска. Не имел зарегистрированного оружия. В настоящий момент не преследовался судебным порядком, не задерживался за курение в подземке. Владельцем квартиры, которую он снимал, была Люси Дилана. Она приобрела ее в 67-м году. Сумма не была указана. Соседом Кэмпбелла в квартире был мистер Тим Вестербек, 36-ти лет, который купил эту квартиру в 94-м году за 345 тысяч долларов. А соседкой в квартире номер один, миссис Люси Дилана, 82-х лет, купившая эту квартиру в 64-м году, сумма не указывалась. Мне, конечно же, был нужен номер телефона Кэмпбелла. Я нашел телефон Вестербека и позвонил. Автоответчик сообщил мне, что сейчас он проводит свой медовый месяц в Бахе, и то, что останется от него, вернется позднее. Я набрал номер миссис Дилана. Неуверенный старческий голос ответил. Алло, миссис Люси Дилана? Да. Я назвал себя и сказал, что я репортер из газеты. Что вы хотите? Нам крайне необходимо связаться с вашим соседом, мистером Кэмпбеллом. А откуда вам известно, что он мой сосед? Это сведения из официальных источников. Вы случайно не знаете номер его телефона? Знаю, но вам его дать не могу. Все ясно. Прошу меня извинить. Я постарался вложить в свой вздох как можно больше обескураженности и уныния. Поймите меня правильно, мне очень нужно с ним переговорить. Если хотите, я могу пойти и постучать ему в дверь. Это было рискованно, но я все же попросил. Если вам не трудно. Было слышно, как она положила трубку рядом с телефоном. Потом покашливание, неясный шум и тишина. Полная тишина. Глухая тишина, ничего, кроме тишины. Может, она умерла где-нибудь в коридоре, по пути туда или обратно. Все еще тихо. Невнятные звуки и покашливание. И наконец, «К сожалению, его нет дома». «Миссис Дилана». «Да». «Мне правда, позарез нужен его телефон». «Я вам очень зачувствую, но поймите и вы меня, ведь я давно живу в этом городе». «Миссис Дилана». «Первый раз на меня напали и ограбили в 1966-м». Я промолчал. «Так что не обессудьте». Вот так. 35-я улица, Январский вечер, 11 часов. Квартира находилась в четырехэтажном особняке. Это было замечательно, потому что там не было привратника. Ширина здания составляла около 25 футов. Стандартная ширина манхэттенских особняков с эркерами на первом и втором этажах. Крыльцо со ступеньками убрали, и теперь три ступеньки вели с улицы вниз в цокольный этаж. Звонок с тремя кнопками. Это означало, что на четырех этажах были три квартиры, одна из которых располагалась в двух этажах, вероятно, цокольном и первом. Миссис Дилана, мыслящая перспективно, как свойственно пожилым женщинам, наверняка занимала нижний этаж, чтобы избежать лестницы. Это означало, что Кэмпбелл жил над ней, а не до Тёпа Вестербек над ним. Я позвонил в квартиру Кэмпбелла. Никакого ответа. Его ещё не было дома, или, возможно, он не ночевал дома. У него могла быть любовница где-нибудь, какая-нибудь цыпочка в красных башмачках, которая держит пуделя. В квартире номер один свет был погашен, миссис Дилана спала. Я поискал способ проникнуть в здание, но не нашёл ничего, кроме наклеек, тревожной сигнализации железных решёток на окнах. Я встал на противоположной стороне улицы, найдя местечко потемней и грея руки в складках пальто. В попытках скоротать время я оглядывался вокруг и вдруг заметил, что крышка ближайшего ко мне мусорного ящика привязана к забору коротким дешёвым проводом. Через час появился Кэмпбелл. Он шёл один, неся пакет со всяческой бакалеей. Я следил за тем, как он остановился перед испанником и достал ключ. И тут я, лёгкий, как потваченный ветром мусор, в несколько прыжков преодолел улицу. «Эй!» крикнул он, но я, не мешкая, накинул ему провод на шею. Он выронил свои покупки, а я ногой запихнул их в открытую дверь и, втолкнув его внутрь, вынул ключ из замка. «Я отдам вам деньги!» сказал он. «Мой бумажник...» «Марш наверх!» «Мой бумажник...» «Заткнись!» Я резко натянул провод, и он закашлялся. «Поднимите свою провизию!» Он послушался. Таким образом, руки у него оказались занятыми. У двери с табличкой номер два я заставил его указать нужный ключ. «Не убивайте меня, пожалуйста!» «Включите свет!» Он включил. «Уютная квартирка, ковры, лампы...» «В общем, викторианская обстановка, может быть, чуть унылая из-за своей аккуратности...» «Одиночество стареющего холостяка...» «Секс?» закашлялся он. «Что?» «Вы хотите заняться сексом?» «Что?» «Я удовлетворю вас, я опытный, это будет приятно...» Я расхотался и дернул провод. Я был гораздо сильнее его, даже нечего было сравнивать. Затащив его в кухню, я потребовал... «Покажите, в каком ящике лежит самый большой и самый острый нож...» Он застыл. «Ну, давайте же!» «Нет, вы меня убьете!» «Делайте, что вам говорят, Кэмпбелл!» Я грубо затянул провод... «Но что вам в «Я решили, уже нужно, что вам вы это . » «Но что вам это